всем привет приветствую вас на своем канале истории жизни с эмилией гарден что же происходит у меня нового на пальца сейчас я вам все покажу все расскажу снега уже все меньше и меньше даже кое-где расцвели цветы мы их тоже с вами сейчас посмотрим но у меня здесь все преображение преображение пока меня не было пришло кресло подвесное вот такой вот муж его собрал но я купила подушку другую здесь вот такая подушка просто ну а нам захотелось что-то по массивнее по обширнее да поэтому я купила сюда другую подушку круглую мягкую положили на то и кресло стало чуть повыше это более удобно здесь на пробу я заказала вот такой матрас нам понравилось как он лег сюда здесь ткань непромокаемая вообще матрас для качелей но мы его перевернули и он чудесно встал на наш этот диван заказала еще два матраса у них нет для кресел один матрас поменьше метра 50 на этот диван а другой матрас будем разрезать чтобы разделить его на наше кресло а так сразу по-другому конечно выглядит диван и сидеть на нем более комфортно очень мягкие подушки повыше они видите нам так более удобно просто нежели вот так с которыми шла в комплектации мебель пуфик так останется а вот дивана поменяются завтра должны дайте у меня матрасы и я вам покажу уже окончательный вариант как это будет выглядеть этот столик решили отсюда убрать заказала сюда другой стол побольше и со стеклом этот отправится в другое место у нас такое решение было принято что нужно нам сюда суточку побольше кто-то мне говорил про консоли почему железные вот эти вот ножки столешница у вас сбухнет и так далее что только не наговорили мне из-за этих консолей но первое у меня в семье как бы занимаются деревом да и я знаю что древесина такая как дуб и сосна шо реагирует на влажность воздуха не сосна не взбухает дуб так тем более почему ножки железные но сами подумайте я постоянно мою здесь пол и шланга и мне намного удобнее что они будут из железа эти ножки я спокойно могу все и шланга вымыть и помыть кстати заказала сюда и вот это новый горшок новая кашпо такой высокая тоже вам покажу когда при плате выглядит пока вот таким образом пока вот такие новинки кресла и вот матрас здесь что у нас здесь нужно будет не выйти сегодня или завтра подмести вообще в планах помыть окна уже постирать шторы потому что пора мне уже украшать дом на пасху мы украшаем дом на пасху это за месяц до пасхи у меня цветы надо будет выйти и почистить все таким образом чтобы проклюнулись уже весенники какая красота девочки откроем здесь тоже они ну а так снега еще на этой неделе у нас еще придут грядки в теплицу нужно будет уже выходные наверное устанавливать грядки я показывала вам до этого как засервировать стол на пасху идеи да но и часто мне теперь пишут что вы обещали показать маленький стол давайте рассмотрим я сделала в офисе импровизированный маленький стол и давайте с вами разберем как этот маленький стол можно засервировать переключаемся допустим квартира маленькая и стол стоит на 2 персоны или на 4 персоны но небольшой чаще всего стол ставят к стене на кухне и не знают как его украсить он же небольшой маленький давайте сейчас с вами разберем такое стол для того чтобы засервировать этот стол и сделать какую-то пасхальную композицию начнем с пасхальной композиции нужно брать небольшие вазочки даже какой-то граненый красивый там стакан весьма подойдет а для воды вот я взяла вот такой вот стакан вот он похож на маленькую вазочку и в этом стакане сейчас я соберу красивую пасхальную композицию пасхальная композиция будет высокой чтобы когда домочадцы садились за стол вот эта красивая композиция свисала и украшала она вот на возвышенности такой над головами свисали такие вот пасхальные яйца или еще что-то низ можно украсить невысоким эвкалиптом тогда это будет смотреться очень красиво значит у нас наверху будут пасхальные ветки яблоневый цвет я добавлю да а низ чтобы он не было таким голым и невозрачным нужно всегда украшать какими-то низкими веточками но в данном случае это эвкалипт очень хорошо выполнен качественный такой эвкалипт и хорошо подойдет он для небольшой композиции если у вас большой стол вы все видели я уже показывала и большую центральную композицию можно у подножья так и скажем веток тоже задекорировать таким же небольшим эвкалиптом я также буду использовать такие вот веточки с бусинками такие нежные воздушные мне кажется очень хорошо они сюда впишется и зададут нотку такое весенние романтики так скажем да скатерть лучше выбирать для такого небольшого стола однотонного цвета это может быть белый цвет бежевый цвет но без рисунка не нужно задавать большое количество шума маленькому столу тогда он будет смотреться нелепо все должно быть спокойно тогда такой маленький стол может смотреться весьма изысканно аристократично очень красиво так вот нежно даже собираю верхнюю композицию добавила еще ветку яблоневого цвета потому что все равно хочется побольше до добавить каких-то украшений даже в небольшую композицию я всегда вам говорю когда сервирую стол показываю как можно здесь сервировать стол все должно быть соразмерно вашему столу не нужно брать что-то огромное громоздко видите я взяла небольшую вазочку и создала только в этой вазочке высокий вытянутый букет добавила розовых ягод это придает данной декорации композиции нежности такой весенней свежести вот такой вот у меня букет красивый пасхальный получился я добавила еще белых яиц не разноцветных не утяжеляла цветом а добавила просто разбавила белых яиц они смотрятся очень воздушно красиво буду сервировать белой посуды сверху поставлю стеклянную тарелку эта сервировка будет смотреться воздушно не не тяжелый а именно такой легкой воздушной и очень на мой взгляд да очень универсальные ее можно эту сервировку меняя букеты задействовать и на новый год и на осень и так далее и смотрится она очень изысканно эта сервировка добавлю вот такие вот салатники с красивым краем персональные салатники смотрятся сразу этот стол очень красиво на мой взгляд и из-за того что я взяла маленькую вазочку как бы да и небольшие тарелки для этого стола все смотрится соразмерно и нет наваленности на столе хотя стол то очень маленький а нужно еще разместить например бокалы для воды бокалы для воды для таких столов лучше брать объемные по литражу до миллилитром но вытянутую слегка тогда они будут очень хорошо смотреться на маленьком столе широкие какие-то огромные бокалы на таком столе ну просто категорически нельзя дорогие девочки добавлю вот такой салатник или конфетницу в виде белой курочки она мне кажется очень хорошо сюда впишется и задаст конечно же такую вот пасхальную атмосферу этому столу она белого цвета поэтому смотрится не громоздко ее эту курочку можно также использовать и для яиц просто да не тарелку которая вот некоторые продают в одну везде и повсеместно тарелки для яиц можно просто вот так яйца сложить в какую-то вазочку или вот в такую конфетницу виде курочки и ваши пасхальные яйца на пасхальном столе будут смотреться очень привлекательно добавлю небольшого диаметра тут 20 сантиметров диаметр блюдо на ножке для кулича и также размещу рядом с букетом все вроде бы помещается сервировка очень изысканная получается да девочки и все у нас умещается как вы видите добавлю даже вот такую большую конфетницу это яйцо очень объемная достаточно и можно использовать как конфетницу сахарницу или положить туда какие-то печенья или кофе или чай все что угодно и как видите она также сюда очень хорошо вписывается по размеру во первых не утяжеляет стол и смотрится очень хорошо в этой сервировке стала добавлю еще баночку для сладости добавлю баночку с белой крышкой в виде петушка это керамический петушок просто потрясающе выполнена баночка эту баночку можно использовать и для чая и для кофе для каких-то конфет и для сахара как сахарницы да но для чего угодно очень милая баночка которая украсит ваш небольшой стол или вашу кухню я даже на такой небольшой стол размещу персональные подставки для пасхальных яиц главное брать такие подставки для пасхальных яиц персональные чтобы они были выполнены из стекла не были громоздкими и небольшого размера тогда они очень хорошо впишутся в эту сервировку маленького стола и будут смотреться весьма актуально аккуратно воздушно и празднично посмотрите я их поставила и они практически ну не видны на этом столе хотя они есть я засервировала полноценные обеденные зоны на вот таком вот маленьком столе как вам такая сервировка стала но я не остановилась как же пасхальный стол без свечей для подсвечивания я возьму вот такую маленькую милю милейшую просто птичку свечку как только догорит там свеча вы можете в нее поместить таблетированную свечу и вам она эта птичка будет служить верой и правдой но и конечно же хорошо этот подсвечник вписывается в эту замечательную сервировку стола у нас здесь и петушок и курочка и птичка свечка да и замечательный пасхальный букет и есть персональные подставки для яиц и пасхальные яйца мы до разместили в большом количестве на этом столе и есть место для кулича даже стоят бокалы для воды и всем хватит места полноценно засервированный стол на пасху конечно же я также размещу каждому из обеденных зон вот такие вот салфетки с красивым кольцом виде пера так скажем серебряного оттенка и даже размещу здесь масленку или паштетницу кто для чего ее будет использовать неважно но она здесь поместится девочки и очень хорошо будет сочетаться со стеклянными тарелками которые также присутствуют в обеденной зоне теперь давайте посмотрим что же у меня получилось на этом столе у нас есть маленькая конфетница блюдо для кулича свеча еще одна конфетница или сахарница неважно блюдо для яиц полноценные обеденные зоны кстати эту курочку вечером можно использовать и как салатник да и яйцо это стеклянное можно использовать по-разному тоже хоть что туда помещать рассмотрим обеденную зону она весьма полноценна приборы салатник персональный хорошего объема тарелки масленка или паштетница бокалы вот такой вот маленький уютный стол на пасху у меня получился как вам такая идея берите на заметку маленький стол это не приговор такого размера стол можно также за сервировать на любой праздник и пасху в том числе можно даже поменять сервировку на прямо на ваших глазах убираем курочку и делаем например торжественный стол да ну вы поменяете там например композицию виде букета и добавить вот такое блюдо серебряной ручкой кстати и это блюдо можно использовать для подачи пасхальных яиц но и в то же время вечером например это блюдо у вас может быть как подача каких-то закусок бутербродов соленьей овощей все что угодно оно небольшое поэтому спокойно поместится на любом оставила уже видоизменять сервировку стола давайте рассмотрим также другую совсем вариацию сервировки стола на пасху маленького стола например добавить сюда не блюдо на ножки и стекла для кулича да а поставить вот такого кролика на него разместить тарелку из стекла и вот на таком кролике может возвышаться сверху кулич стол совершенно выглядит по-иному с кроликом да и с таким блюдом для яиц но вообще все смотрится по-другому этот кролик продается вот с таким вот подносом но у него такое хорошее такой хороший диаметр держания что можно использовать спокойно тарелку например в 20 сантиметров любого оттенка белый фарфор прозрачную он до из стекла тарелку все что угодно и посмотрите как она хорошо здесь будет смотреться сверху будет у вас кулич например да и стол совершенно этот маленький стол будет смотреться совершенно по-другому на пасху и настроение этого стола конечно тоже совершенно сразу другое можно также менять цветовую гамму маленького стола сейчас я вам покажу базу я оставлю белый а вот прозрачные тарелки и я поменяю на красивые винтажные тарелки с таким синим рисунком под джель очень хорошо мне кажется они тоже будут смотреться на маленьком столе давайте посмотрим вместе как это будет выглядеть белый цвет оставим как базовый и дополню вот такими красивыми винтажными на мой взгляд тарелками с растительным рисунком таким красивым синего оттенка и стол совершенно будет смотреться по-иному сразу и настроение стола будет совершенно другое такую сервировку стола можно делать на лето например да ну и на пасху в том числе я оставила все то же самое на маленьком столе поменяла только тарелки и все вуаля сервировка стола сразу другая я даже салфетки оставила с таким же кольцом повторюсь поменяла только две тарелки и настроение стало совершенно другое а на этом я закончу свой обзор украшайте свои дома сервируйте свои даже маленькие столы ведь даже маленький стол может быть вот таким вот праздничным воздушным аристократичным и торжественным на любой праздник и пасха не исключение всем мира и добра вдохновляйтесь пока пока ссылочки на посуду и декор которая задействована в этом обзоре будут внизу в описании под видео